Мы в прошлый раз с вами говорили о четырех стоп-тунгелях. А вот что же делать дальше? Сколько стоп-тунг ям? Бесконечно. Потому что очень много слов ямвого типа. Бесконечное докажи. Ну не бесконечное, а очень много. Твоих слов, потому что двумя глазами много. Я могу сказать. А мы не обязаны искать, чтобы каждое слово приходилось искать, правда? Да. Ну вот давайте так. Играй, Адель, не знай, в печали. Хариды лей тебя венчали, и голубей твою качали. Сколько стоп-тунг ям? Так на слух? Двадцать метров. Играй, Адель, не знай, в печали. Четырех стоп-тунг. Двух стоп-тунг. Двух стоп-тунг. Двух стоп-тунг. Двух стоп-тунг. Можете быть под два стоп-тунг. – Нет. – Почему? Четырех стоп-тунг. – Нет. – Потому что невозможно. А, сильно невозможно. – Возможно. Можно просто так вот слова поставить по одному слову. – Все. все что вы видите сейчас на вашем листочке это ёлка вопрос почему он такой разный? разные стопы? стопы, конечно, стоп разный первый пушкинский двустопный, да да все понимают, что он двустопный? да двустопный ёлка т.е. две стопы в каждой строчке давайте второй пример главного листочка ночную тему, кто покрыли с небеса? все люди другую покрыли уже глазами шанснули уже глаза двустопный, двустопный, двустопный двустопный, двустопный давайте задумать три или четыре, сколько? две две? да да еще пять там трех стопы трех трех и первая точка там на лишний глаз ночную все согласны? ну да темнотою что с этим делать? не я а вы неправильно рисовали не правильно ой точно, ты уже ночную ночную темнотою покрылись небеса покрылись небеса все люди для покоя сомкнули ушки назад трех стоп? двух стоп двух двух или три? двух извините мы договорили что такое стопа это как раз это как раз стопа ямва это все-таки два слога значит что же делать? нет, три три двустопный 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 да то есть тут две стороны три три память это что? не а это не считается не считается не считается если он двустопный то тогда первое стихотворение и второе потому что он звучит абсолютно поддинаково а первое звучит так играй а ты не знай печали хай лень себя венчали а здесь что у нас? а тут ночное темнотоле темнотоле а как вы взяли ты сам? там три ну конечно три ну конечно три конечно три это у нас можно плювать сняв это похоже на ком? нет это похоже на это февраль да февраль это какой-то странный февраль нет это февраль да февраль что-то у нас там или самое это сначала идет февраль а февраль это сложная февраль вот что не так мы поймем чуть погоди ну что-то здесь самое главное это повторение не так ага значит так да и это должно повторяться в всякий раз а повторяться что-то совсем новое смотрите хотя бы вторую строчку все люди для покоя что там? там все люди потом для потом покоя что-то а ну да трех трех стоп тут чистый трех стоп ям значит где-то здесь еще закрыт секрет мы будем говорить может быть облегченная стопа еще облегченная стопа это хорошо был но пока давайте разберемся дальше ваш пример пушкинский который начинается иные лучшие потребные права что делать здесь сколько 100? 4 иные лучшие потребные права 4 наверное 4 посчитайте по слогам отлично есть ли 12 слогов сколько должно быть 100? 6 6 6 6 6 6 6 если сомневаетесь то сколько вас 100? посчитайте по слогам почти всегда почти всегда заметьте иные лучшие иные иные лучшие потребные свободы зависеть от царя зависеть от народа не все ли нам равно себе лишь самому служить и угождать для власти для евреев не гнуть ни помыслов ни совести не 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 прихоте своей хитаться здесь и там дивясь божественным природом красотам что-то это конечно но совсем так перед нами шести столб я это это да вы увидите что где-то это а где чуть чуть больше по первой строчке вы ничего не решите сходят ударение может быть сколько чтобы определить размер социального мы должны посмотреть на все стихотворение десять столб или хотя бы на тот момент который вам дан сейчас десять столб ямбов это где десять столб ямбов или лучше победы не правы да быть не может правда десять столб так столба у нас сколько слогов два ямбов два слога двенадцать я в каждом слое по ударению по яичку минуточку у нас села лапа тоника то есть мы считаем что ударение на каждом втором в данном случае втором да на каждом и втором случае итак пример у вас это шести стопни в первом вы поняли дверь стопы во втором романосовском в кольску три три стопы давайте посмотрим еще один пушкин вновь я посетил тот уголок земли где я провел изгнание два года незаметных это кстати о чем это это а что что вновь я посетил ну посмотрите он же вырос он вырос а потом его туда в суху отправили то есть вырос сразу в суху да нет он вырос в одном месте потом его суху туда же отправили через некоторое время все больше а нечестно жертвы пятистопы это пятистопы пятистопы что пушкин так как вы понимаете вырос он все-таки в москве да вырос в москве потом потом мальчиком помните отправлен в пицербург сейчас порт пицербург да царское салон да город пушкин потом снова некоторое время прожили потом отправился на юг в Кишинев в Алтаве это была так называемая первая ссылка хотя строк говоря формально ссылкой она не была а вот после Кишинева его ждала вторая ссылка это действительно ссылка его отправили в собственное умение в Михаиловское под Псковом действительно взор существенный серьезный колекцийский конечно ни в одну из столиц ухода не было и даже в Псков ну мы же все равно друзья приезжали а хоть и дайплаз заврали в пущину один вот ровно в пущину за все это сосед зато ну сосед зато ты будешь бедрюк бы упасть и а вот потом он прожил там два года с нас с конца 23-го по 25-го он там с ней не жив у него там я не жива он живет он живет в своем поместье по теперешним временам конечно ну мы бы их звали это сын просто просто живешь в своей деревне где ну живешь два года без вылаза а потом через десять лет уже он туда вернулся и вот это он вспоминает в этих строчках вновь я посетил да тот уголок земли где где я провел изгнанником два года несоветных и вспоминает он об этом пятистопником рифмованным или нет 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 не рифмованным не рифмованным да не рифмованным белым пятистопником ямолом итак мы можем там подписать что это пятистопник а вот дальше начинают совсем странные вещи четырёх какой ушки кажется ага здесь он целый ушки нет совсем без строк то есть ни одной из таких нет нет надо считать две очки ве холи как кажут одна строчки и строчки одна свином а дальше другая пустоя вообще вроде бы чертся что ну да а вообще нет вообще нет 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 вообще нет нет вообще нет вообще нет нет вообще нет визит яблоте смотрите самую первую например я еще вторая вторая четвертый пятый четвертый пятый четвертый ну некий остаток да потом еще идет одна ямка и сброса один да это как в ломоносе он упадывает строчки к то есть один два три четыре пять и пять аж пятистопные пятистопные первая строчка пятистопная а вторая одностопная одностопная а третья одностопная а может у меня иногда пятистопная а да а а дальше вот первая себе без шума и шажком пятистопная у меня другая вскач в сердце разное стопное Хорошая мысль, но почти так. Он просто так и называется. Много стопнят хорошее мысль. Гуйем называется вольным. Когда ручки чередуются, то пятистопная, то одностопная, то двухстопная, то четырехстопная. Как может быть. И при этом без всякого порядка. И вот словосочетание вольных ям, я вас прошу тоже запомнить. Вольный размер. Неважно, ямы, хари. Обычно у нас распространена вольная яма. Это действительно называется вольная яма. Когда мы чередуем все, как хотим. Вот теперь посмотрите, например, из Козьмы Прудкова. Вы видите, что это единственный автор, у которого нет дат жизни. Почему? Как вы думаете, почему? Потому что это псевдоним. Этого человека сочинило трое проектов. Алексей Константинович Ростой и два брата жемчужника Владимир и Алексей. Они были большими друзьями, и они решили придумать вот такую литературную маску. Нет, но они не могли их дождать. Или они их придумали? Ну, они какую-то придумали. Ну, естественно, фальшиво. Там написано просто Козьмы Прудков. И там совсем странные стихи. Когда в толпе ты встретишь человека, который нагный. Это как? Нагный. Нет, не нагный. Это голый. Это в толпе ты встретишь голого. Да. Да. Был придуман вариант для дамы. На коем фрага. Чей лоб мрачней туманного Казбека? Это как? Ну, какой-то. Казбек гора. Ну, это же большая проблема. Мрачнее чем? Ну, так мрачным. Итак, вы встретите голого мрачного человека. Да. 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 Так, чей лоб мрачней туманного Казбека не робил шаг. То есть тот еще и спотыкается или сплетается. Поход, как это слово. Дальше еще хуже. Кого в лосы подъяты в беспорядке? Ну, вот нет, и нож. Он сам лохматый. Он лохматый, конечно. Дальше еще хуже. Кто вопия? Это как? Кричат. Отлично. Чит? Всегда дрожит в нервическом припавке. Да, да. Прекрасно. Знай это я. Да, да. Я говорю, что я говорю. Я говорю, что я говорю. То есть представьте, как вы встретили такое чучело. И довольны. Это же автопортрет. Конечно. Вот теперь давайте разбираться. Семь стоп. Ну тут пять. Конечно. Сначала идет один яблок. Один стоп на яблок. Потом другой. Ага. Закономерность. Которую мы всегда ищем в стихах. Итак. Как оно повторится? Пятистоп на яблок столб. Пятистоп на яблок столб. И вот такая штука называется разностопным. Итак. Вольны. Это порядок хаотический. То есть никакой порядок. А разностопный это какой-то порядок. Неважно какой. Здесь он у нас пять-два. 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 И так далее. Может быть в другом. Скажем, 4, 3, 4, 3, 4, 3. А может быть так, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, да? А может быть, ну это, конечно, абсолютное исключение, да? 7, 6, 5, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Или 4, 3, 2, 1. Ну тогда дальше. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Бывает клиенты? А на 10 сотни, например? А на 100 клиентов не бывает. Бывает. Мы только что нашли. А 10 сотни бывает? 10 сотни.